Кто ты такой? Чиновник ответил на вопрос жителя Башкирия о дорогах. В сети появилось видео, на котором глава местного сельсовета Владимир Кожанов грозит жителю тюрьмой и нецензурно ругается в ответ на просьбу расчистить дорогу к деревне Черемисы. В сети появилось видео, на котором глава местного сельсовета Владимир Кожанов резко высказывается в ответ на просьбу расчистить дорогу к деревне Черемисы. Когда его попросили предоставить документы, чиновник начал угрожать местному жителю тюрьмой. Все разговоры записываются. Ты работаешь? Я? А какая разница? Ты в налоги платишь? А за что налоги платить? Дорог нету, фонарей нету в деревне, за что? Ты что хочешь в тюрьму? В смысле, а за что? За что? Я найду за что. После публикации ролика администрация Гринского района начала проверку инцидента, сам Кожанов в разговоре с корреспондентом местного издания. Горобзор отметил, что автор видео дважды судим, ранен, получил в сельсовете характеристику для полиции, которая ему не понравилась, после чего начал изводить сотрудников учреждения. Документы можно посмотреть? Какие документы? Ну какие-нибудь документы, что вот тут в деревне поставили. А ты что? Я с ней показывал я еще, а? Я? Ты? Я человек. Какой? Таков, ты где работаешь? Я? Ты? А какая разница? Ты? Какая разница? Ты где работаешь? Ты в налоги платишь? Ты? А за что налоги платить? Дорог нету, фонарей нету в деревне, ты вот, за что? Кто ты такой, чтобы огарить? Ты что хочешь в тюрьму? В смысле, а за что? За что? Я найду за что? Да? Вот не веришь, что ли? Вот ты идешь фиксаться у меня. Вот ты будешь фиксаться, я пошел отсюда. Потому что трактор сломанный, нахуй, 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 нахуй. Кто отсюда я не сказал? Не морянит, ты все только привезли сюда. Я устроил вам. Я нахуй, по-моему, он написал уже все. И позвони ему сейчас. И далеко не убегай, полиция едет сюда, по твоему дуру. Пусть. Все не мое. На замначальника ГИБДД Воронежской области подполковник полиции Игорь Качкин ответил на обвинение прокуратуры, которая нашла у него 22 квартиры и прочие объекты недвижимости. По его словам, у него только комната в общежитии и квартира в ипотеке, а остальное принадлежит родителям. Михаил Мишустин пообещал отремонтировать больницу. Во вторник премьера находился с рабочим визитом в Кургане. Сразу после того, как его самолет приземлился в аэропорту, Мишустин направился в горбольницу скорой помощи. По его словам, увиденные вызовом к нему, чувствуя сожаление и стыда. Очень грустно, конечно, мы посмотрели сегодня, что в таком состоянии наша больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать. И это вызывает только сожаление и стыд. Я думаю, что мы по возвращении примем все меры, чтобы неотложно. Мы выделили из резервного фонда по предварительным подсчетам, где-то около 200 миллионов рублей уже насчитали. Эти средства будут незаменительно выделены для того, чтобы сделать здесь человеческий ремонт и купить необходимое оборудование. Это обещание он дает. Ранее в ходе встречи с премьером сотрудники больницы рассказали, что капремонт у них не проводился 40 лет. Мишустина попросили помочь с закупкой новых машин скорой помощи. Тот пообещал направить 200 миллионов рублей на ремонт и новые оборудования. И, кроме того, премьер пообещал решить вопрос с колоссальной нагрузкой врачей. Кто ты такой, что бы отрубать матч? Кто ты такой, что бы прерывать матч, когда у меня мяч и когда веду? Кто ты такой, что бы говорить как надо, где ложь, где правда, играть в судью? Кто ты такой, что бы раздавать награды, сидя в засаде тем, кто сейчас в бою? Кто ты такой, что бы нагонять страху, махать руками и трясти башкой? А не пошел бы ты, милый человек, нахуй, да и вообще, кто ты такой? Кто ты такой, я тебя не знаю, кто ты такой, гудафакаю? Кто ты такой, я не понимаю, кто ты такой, гудафакаю? Кто ты такой, я тебя не знаю, кто ты такой, гудафакаю? Кто ты такой, я не понимаю, кто ты такой, гудафакаю? Субтитры сделал DimaTorzok